Проблемы с горлом, частые простуды, танзелит. И особенно это видео полезно для тех, у кого на миндалинах или по-другому на гландах есть пробки. Давайте сегодня в несколько этапов решим эту проблему. И начнем мы с вами с гимнастики. Сели прямо, ровно и помним все упражнения до дискомфорта, не через боль, в той амплитуде, которая у вас получается. И всегда можно поставить на паузу, сделать передышку. Начнем. Работать будем челюстью вправо-влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Следующее упражнение челюстью вперед-назад. Чуть приоткрыли рот и работаем вперед. Раз. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Теперь будем работать вверх-вниз. Открывать рот и закрывать. И давайте сразу добавим язык. Стараемся его вытащить как можно дальше вперед и кончиком языка достать до подбородка. Если у вас нет боли в горле, не острый период, добавим еще звук «Аааа». Хорошенько, чтоб шла вибрация. Если болит горло, давайте только открывать рот. Поехали вместе. «Ааа». Раз. «Ааа». Два. «Ааа». Три. «Ааа». Четыре. «Ааа». 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы дальше с вами будем работать языком. Будем его вытаскивать как можно дальше вперед и убирать как можно глубже назад. То же самое со звуком А. Если у вас острый период, не добавляйте. Давайте язык вперед, рот открыли. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Языком давим на гланды, на миндалина. Мы попробуем с вами давить языком в верхнее небо. И даже в конце цокаем. Со всей силы давим языком. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Чувствуйте напряжение. Девять. Десять. Отлично. Если челюсть у вас устает, делайте передышки. Теперь. Мы языком просто подвигаем. Вперед-назад. По верхнему небу. Стараясь как можно дальше назад, как можно дальше вперед. До конца точно. Раз. Два. Три. И давим. Четыре. Отдохнули. Немножко челюсть. Встряхнули. Передохнули. Мы будем делать наклоны головы. И работаем вправо-влево. Наклоняем голову и плечо навстречу. Как бы зажимая в этом отделе. Работаем. На выдохе. Один. Два. Голову наклоняем, плечо навстречу. Три. Четыре. Пять. Голову можно чуть-чуть вперед. Шесть. Чтобы вот этот отдел делал миндалины. Семь. Восемь. Девять. Десять. Можно делать медленнее. Дальше мы будем делать наклоны головы вперед. И плечи также идут навстречу. На выдохе. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Зажимаем здесь. Семь. Восемь. Девять. И десять. Справимся. Нам нужно наладить отток лимфы. Кладем руку на щеку снизу. Второй рукой сверху поддавливаем. И проглаживаем, продавливаем прямо по груди и вниз. Раз. Два. Хорошенько давим. Три. Обязательно заходим на грудь. Четыре. Давим двумя руками. Пять. Шесть. Семь. Девять. Восемь. Девять. И десять. Можно, конечно, одной рукой. Но одной рукой такое хорошее давление не создать. Сильно не получится давить. А вторая рука она немножко добавляет. И как раз получается хорошее давление. Глубоко продавливаем. И прям два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Справились. И теперь мы с вами переходим к полосканию. Чем же мы будем полоскать? И начнем с самого простого. Это литр воды и ложка соли. Раствор должен быть обязательно теплым. Кто-то делает фуроцелин, такой желтый раствор. Кто-то получит хлоргексидином, мирамистином. Или даже покупает в аптеке йоденол. Но помните про свои особенности, про свои заболевания. Например, если есть проблемы с щитовидной железой, противопоказан йоденол. А также помните, что нельзя его при кормлении грудью и беременностью. И я вас очень прошу, если вы знаете какой-то рецепт, который вам очень помогает, напишите его в комментариях. Это будет очень полезно и вам, и мне для того, чтобы в будущем сделать видео лучшие рецепты для полоскания горла от пациентов. Переходим к самому процессу полоскания. Возьмем с вами наш теплый раствор. Полоскать мы будем с вами 100 секунд, не меньше. То есть, пока мы будем полоскать, мы будем считать до 100. Но время, когда мы сплевываем, когда делаем передышки, не считается. Второе. Это положение. Все показывают, поднимаем, запрокидываем голову. Нельзя запрокидывать голову, иначе мы с вами к проблемам с горлом добавим проблемы в шейном отделе позвоночника. То есть, бонусом к полосканию вы получите хроническое головокружение. Поэтому, небольшой прогиб в пояснице, грудном отделе, приподняли подбородок и полощем. И помните, язык вперед немножко, чтобы у нас полоскалось именно горло, и язык не мешал этому процессу. Поэтому, взяли мы с вами. Например, я досчитал до 20. Ну, может, быстро я считал. Ничего страшного. Значит, мне надо сделать еще 5 таких подходов. Отлично! Справились! Полоскать горло мы будем с вами примерно одну неделю. Например, фурацелин. Одна таблетка на 100 мл воды. Два раза в день. В острый период 4-5. Еще я вам советую приобрести вот такой шприц для промывания миндалин. Можно его купить в любом маркетплейсе, то есть интернет-магазине. А можно взять в аптеке шприц на 20 и капельницу сделать трубочку к нему, заместо иглы. Промывать будем одну миндалину 4 раза, 4 шприца и другую 4 шприца. И обязательно делайте это хотя бы 1-2 раза в месяц для профилактики и для вымывания этих пробок. Вот мы с вами сделали гимнастику, прополоскали горло и на этом можно остановиться. Но я вам советую приобрести вот такой ультрафиолетовый облучатель под названием «Солнышко». Его можно купить в любом интернет-магазине, в ортопедических, в простых аптеках, в медтехнике. Зашли в интернет, забили в поисковую строку аппарат «Солнышко», он сразу появится. Я свой купил за 2000. Думаю, что это не так уж и дорого. Извините, что не оставлю нигде ссылки на него ни в комментариях, ни в описании, чтобы никто не говорил «плохой такой я». Делаю рекламу. Это мой личный, я принес его из дома. Давайте переходить к тому, что мы будем с ним делать. Поставили его перед собой. Включили в сеть. Облучение необходимо начинать после прогрева лампы в течение пяти минут, так как за это время происходит стабилизация параметров лампы. В комплекте к нему идут очки такие специальные, чтобы ваши глазки сберечь, но мои благополучно ребенок уже куда-то стырил. Мы возьмем, в зависимости от того, какое заболевание будем лечить, такую и насадку. Нам с вами понадобится именно вот такой тубус с косым срезом. Мы его вводим в полость рта, язык прижимаете к дну полости рта. Вводим на расстоянии 2-3 сантиметра от поверхности зубов. Именно срезом в сторону миндалины. Еще я вам советую сесть рядом с зеркалом. Чтобы именно срез смотрел на миндалину, аппарат должен быть немножко под углом. И не забывайте повернуть тубус, когда будете делать на другую сторону. Сначала облучаем минуту. С одной стороны. Минуту с другой стороны. Через 2-3 дня мы будем делать уже по 2 минуты. 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой стороны. И еще через 2-3 дня 3 минуты на одну сторону и 3 на другую. Так примерно 10-12 дней. Один раз в день. Ах да, и еще один момент, очень полезный с этим аппаратом. Особенно если у вас есть маленькие дети. Этим аппаратом можно облучать комнату. Как кварцевую лампу его использовать. На 10-15, даже 20 минут поставили. Всех из комнаты убрали. И обеззаразили ее. Вот такой аппарат. Очень полезный. Очень нужный. Очень хорошо работает. Еще несколько рекомендаций, чтобы избавиться от этой проблемы. Нужно наладить свое питание. Больше пить воды. Исключить из своего рациона сладкое. Сладкое. Ведь сладкое. Это питательная среда для инфекции. Еще бы я вам порекомендовал исключить из вашего рациона те продукты, которые персонально для вашего организма непереносимы. Например, у многих непереносимость лактозы. То есть исключить молочные продукты. Еще один нюанс. Я советую вам больше разговаривать. Больше петь, радоваться, выговариваться. Не копить в себе. Пусть этот орган у вас работает в течение всей вашей жизни. Не только в период обострения. И конечно, следите за своим горлом. Не перетруждайте. Не переохлаждайтесь. Следите за гигиеной. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно. И оно поможет избежать лечения антибиотиками, которая очень вредит вашему здоровью. Избежать операции этой кровавой болючей, которая убирает первый барьер на пути инфекции. Но если вдруг вам не помогает или становится даже еще хуже, обязательно обратитесь к специалисту. Пусть он вам персонально подберет лечение. Не копите эту проблему. Не затягивайте с ней. Ведь это хронический очаг инфекции, который может в будущем повлиять на здоровье сердца, на здоровье сустава. И очень часто проблемы с горлом сопровождаются проблемами с носом, насморком. И люди подсаживаются на сосудосуживающие препараты. И поэтому я вам специально для носа где-то вот здесь оставлю ссылочку. Будьте здоровы. Пока-пока.